Презентация научно-популярного издания, над созданием которого трудился авторский коллектив в составе 11 специалистов, представителей научного мира и краеведов, состоялась. Книга «Историчная и культурная спаджина Берастейшины» повествует о работе по сохранению историко-культурного наследия в значимых объектах реставрации, уникальных памятниках и многом другом. Новинка затрагивает широкий пласт исторического развития Брестского региона. Прочитав её, можно узнать о самых интересных местах своей малой родины. Начиная от археологических каких-то объектов и памятников, которые есть на территории области, культовые сооружения, дворцы, палации, Брестская крепость, военные, воинские сооружения, фортификационные сооружения, примеры городского строительства, градостроительства исторического. Ну и обязательно в книге, опять-таки же, нашли отражение уникальные объекты, которые содержатся в фондах наших музейных учреждений и в фондах наших библиотек, те уникальные исторические издания, древние издания, которые в мире остались единичным экземпляром. Это всё, взяв эту книгу, мы хотели, чтобы эта книга носила не только научный порядок, она чтобы была интересна и школьникам, и студентам, и краеведам, и просто людям интересующимся. Презентацию книги сопровождала тематическая экспозиция изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Скарбы родной земли». Выставка объединила порядка 50 живописцев Брещины. Свои работы презентовали члены Белорусского союза художников, а также самодеятельные и только начинающие мастера кисти. Словом, все, кто неравнодушен к историческому и культурному наследию родного края. На полотнах известны памятные древние места Синёкой – Брестская крепость, Беловежская пуща, Беловежа, Старый Пинск. Здесь собраны, вот то, что за многовеково создавали наши предшественники. Вот эти изображения, эти как церквей, костёлов, архитектуры памятника – это наше, так сказать, наше достояние, которое нам досталось от предков. И вот это, я считаю, важно видеть в каждом Брещане, чтобы каждое чувство истории, связь времен, связь поколений. У каждого есть, что показать, наверное, про свой город. Тем более, тысячелетия города представлены. Нужно показать, наверное, общественности, что у нас много интересных мест, которых можно посетить. Потому что я сам хожу и удивляюсь, что у нас такие красивые места. История нашей Родины в простых вещах, порой неприметных и заурядных, в забытом камне, старом храме, столетнем кресте. И это именно то, что должно собираться по крупицам и передаваться из поколения в поколение потомками. Ведь всё, что не забыто, то уже бессмертно. Картины – это тот предмет искусства, который через века передаёт память следующим поколениям. Преломление идёт через мировоззрение художника и, соответственно, доносится всё это потомкам. Поэтому очень важно в настоящий момент фиксировать такие объекты, которые сохраняются у нас на территории области и, соответственно, где-то их рисовать.